Слава Украине! Приветствую от Полонского! В шизанутой России все больше набирает темп какая-то паника, истерика и просто обычная шиза. Итак, вдумайтесь, что происходит. На Москве некая гражданка написала заявление в местное гестапо, полицаем этим, на собственного сына. Что вы думаете? Он ее не бил, нет. Он не дебоширил, он даже не продал телевизор из дома, вообще ничего из дома не продал, и не воровал, и не крал. Ничего такого не делал. А оказывается, она написала заявление на собственного сына за то, что он изучал украинский язык. Нормально так? Да. Из-за того, что он начал учить украинский язык, она побежала к гестаповцам, написала на него заяву. Она стучала. Еще и страшно не понравилось, что он, съездив на Дальний Восток, ну я так понимаю, Дальний Восток, это же у нас там зеленый клын, значит это Украина. Ну так, я просто пытаюсь понять ход логики вот этой вот пещерной московитки, да. Значит он съездил на Дальний Восток, вернулся оттуда с непонятным хобби. Украинский язык, дроноводство, изучал устройство дронов и начал учить Коран. Ну Коран это же таджики, это Украина, это однозначно. Тут же у нас все-все таджики, да, у нас, да, и все учат Коран. Это же понятно, да. И она написала на него заяву. Чем это все закончилось для ее сына, мы конечно же сейчас можем только гадать. Вот, но мы видим до какой степени до зашел психоз и шизофрения на России. То есть люди, которые когда-то казались вменяемыми, да, а может только казались, да, скорее всего только казались. Оказались полными шизиками, полными сумасшедшими, насмотревшись Соловьева, Киселева, вот эту боброедку, вот этих всех этих пропагандистов. Просто свихнулись и, ну, это, например, еще вот этот смешной пример, когда тетку прихватили за то, что она сфотографировалась в желтой куртке, где-то, по-моему, на Сахалине или на Дальнем Востоке, что-то такое. Она, значит, в желтой куртке сфотографировалась на фоне синего неба. Ее взяли. Ну, вот в нормальной стране такое может быть. Она вообще-то объяснила, потом в полиции, значит, на нее написали донос, ее взяли. Ну, в полиции она объяснила, что, как бы, куртка у нее желтая, на другую денег нет. А на фон заката, говорит, я, как бы, влияния не имею, это Господь Бог. Вот. Ну, вы понимаете, до чего у них доходит дело? То есть, эта страна абсолютно потеряла связь с реальностью. Эта страна пребывает в каком-то там, я не знаю, она в параллельном мире живет. Она слушает Путина, она слушает вот этих вот фашистов, бандитов, эту всю путинскую шайку, и сама превратилась, а те пребывают вообще в третьей вселенной какой-то, да? И вот вся эта страна, собственно говоря, превратилась в один большой сумасшедший дом, разговаривать с которым вообще невозможно, да и даже бесполезно. Субтитры создавал DimaTorzok